итак друзья приветствую вас на канале сегодня суббота у нас 26 по моему число вроде бы да не пошучил пошутил 27 апреля швейцария я на паркинге нахожусь вот и суббота да ну погодка чуть-чуть такая подкачивает но все таки я решился выбраться прокатимся вместе в принципе я здесь уже был когда-то уикенд стоял вот здесь по моему налево ой направо до чтобы по асфальтовой дорожке мы поедем вот прямо наверх по лесу прокатимся потому как нам на левую сторону здесь круто не заедем ну ладно друзья едем как говорится дальше город интерту но опять же как или киева или какого-то другого областного центра я обсчитаю это наверное участок ну даже пускай киева там да участок одного какого-то депутата там возможно и то это для него было бы маловато давайте сейчас припаркуемся вот а так видите но я не знаю сколько соток там две-три сотки максимум наверно то есть ну я так понимаю возможно скорее всего надо даже две то есть на одном домик и какой-то вот и еще типа травки там или как там я не знаю что они кто-то что засеял кто хочет а какой-то огородик себе полол а вот видите на дачу приехали да так называемую семьи поставили автомобиль скорее всего вот вход в дачу удачный массив или как правильно пускай будет так назовем его так ну давайте припаркуемся вот здесь за рулю и посмотрим да я даже не знаю но он ведь и цветочки что-то посадили лучок висну вы такая своеобразная тепличка такая да парниковая интересно ладно едем дальше ну слева видите уже более такой чуть-чуть мощнее как бы фермер который этот арендовал эту землю на ровненькая возможно эти кусочки правые справа которые это может быть бесплатно для жителей это мои догадки все вот розенберг красивые здания видите впереди электро велосипед и видите у них обязательно кстати номер должен быть зарегистрирован раз скорее всего и на желтом фоне если вы разглядите конечно вот ну ладно ка едем дальше вот против оговорил до номер велосипеда цеха это цюрих наверное тяжелая сумка ну в принципе тут даже какая-то небольшая склон я не знаю как почему ветру будет нормально а это сумка чтоб колеса не попало на водерс безопасность но в шлеве не знаю как ну а и и и и и и и и Мы ехали со скоростью 20 км в час. Хороший дисплей у него. Большой такой был на руле. Поехали напрямую. Ой, будет что-то ехать. Ну, подождем. И, кстати, посмотрим, как здесь автоматически все срабатывает. Ладно, пока подождем, чтобы время, как говорится, не терять. И мы глянем, как оно потом будет открываться после прохождения поезда или чего-то какое-то будет. Вот так стоим, такая тишина. Все практически за мной. Заглушили авто. Ну, наверное, может, у них есть такой режим старт-стоп. Друг-этажные поезда, видите, да? И смотрим, у тебя будет открываться. Буквально, видите, только прошел, вот буквально поезд, видите, открывается движение. Все, все поехали. Не то, что там стоишь, ждешь, пока он еще потеряет свой след. Где-то там. То есть буквально там 50 метров он прошел, уже все. В чем прикольно. Так, наверное, заедем. Вот так вот. И такое движение именно шлау-баум электрических, да, наблюдается практически везде. То есть в Польше то же самое с этим именно, с автоматикой. По Германии тоже, по-моему. Ну, не так, может, я часто там их вижу, как бы. Хотя, хотя есть. Ну, а здесь, видите, страна маленькая и движение такое интенсивное. Плюс транзитных много очень путешествующих людей достаточно. Еще много так наблюдаешь, ну, это по моим же наблюдениям. Автобусы, экскурсионные какие-то. И, вы знаете, вот именно китайцы там, или, может быть, там, кореецы там, или еще какие-то, японцы. То есть, с такой вот, ну, характерной внешностью, их очень много путешествует. А вот слева автодома. И, наверное, аренда какая-то, наверное, возможно. Ну, да, скорее всего. Очень пользуется спросом, конечно, в... Особенно, вот, где начинаются, вот, летние, там, периоды. Вот, слушаем авто тоже от BMW. Возле меня, я не знаю, какая там третья модель. И она стоит... Наверное, режим старт-стоп есть, наверное, скорее всего. Потому как, видите, она... Ветер не слышно вообще. Я так, может, поверну, если будет вам видно, там, с ракурса. Вот. Нам же надо ехать чуть-чуть. Сейчас глянем. Нам прямо. Вот Volkswagen тоже такой самый... Оп. По бендексу. И поехал. Он же не заглушенный был. Все, поехали. Вот так вот. Я не знаю, с чем это у них... То ли электроника заложена... Вот, когда остановился, ну, машина глушится, да? Либо сами принудительно выключают. Честно, я даже, ну, не знаю. То есть, простоять, там, минутку или сколько там, буквально, ну, я думаю, там топливо она съест. Ну, не знаю, там, грамм 20-30, может быть. Ну, не, там, поверните на небо нашу дентиляцию. Но все равно глушат. А нагрузка на аккумулятор, на стартер... Ну, это такое дело. Так, нам где-то будет налево повернуть. Ага, потом дальше. Слева параллельно у нас, по-моему, там, СЖД. Ну, или центральная какая-то станция ихняя. Времени у нас сейчас 12.20 по местам. Так, и что нас показывает? Там, куда налево, направо. А, здесь налево. Ого, высотное здание какое. Повернитесь налево. Ну, и так, ладно, едем налево. Не знаю, полностью налево. А, налево полностью надо было. Ладно, ладно, сейчас что-то придумаем. Пока нет никого прикольного, видите. Сейчас, то ли фонтан такой сделали. Вот. Это кому жарко, наверное. Помочить ноги можно. Вот так, я шучу, конечно. Так, а нам нужно перебраться вот на ту сторону. Ждем. Ага, есть. 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 В конце дороги поверните налево на 7 тампункт. Назначение справа. Хорошо. Хоренькие домики. Отличное. Так, друзья. Паркинг. Коман. Сейчас где-то присвортуемся. Запаркинем свой байк, как говорится, да. Ну, вот так вот. Ладно-то. Так, друзья, мы где-то в центре. Попытаюсь сейчас спуститься по переходику. Движение запрещено. Давайте, наверное, все-таки слезу. Движение запрещено. Ну, получается, сейчас пройдемся под железнодорожным полотном. Видите, мусорки разных сортов. То есть, стартирующие уже. Вниз рот. Пахнет выпечка. Вообще, вот здесь сразу в поддоге делает. Каддог 5 франков. 5,50. 6,50. Разные цены. Здесь же маркет копс. Или дозырный копс. Так, мы поедем. Хотя, я не знаю, если у вас кеда можно, а пока нет. А вот почта выходит на ящик. Вы номер вводите, который вам пришел на телефон. И вам открывается тот или иной отсек. То есть, зависимости, конвертик или ящик. Ну, вернее, какую-то побольше посылка. Так, ну и выходим на какую-то площадь. Локзальная, да, пусть как бы. Такси подъезжает по очереди. Ну, не знаю. Поехали, прокатимся. Куда там дальше? Кстати, велосипедная улица такая. А вот даже паркинг для велосипеда. Максимум 48 часов. О, смотрите, здесь сколько их напичкано. Один на одном. Один на одном и все. Так, вот человек сейчас нашел себя на место. Да. Видите, весь запаркинелся. Людям машины ставить нет. Или здесь, а тут велосипеда ставить некуда. Слышу баян. Где-то играет. Аплодисменты. Короче, какая-то пешеходная улица, так понимаю. Ага, вот люди. Вот все люди. У нас аккордеон. Какой-то Вивальди. Так, 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 так. Одни бутики. Бутики слева, бутики справа. Слева у нас спортивная обувь. Аплодисменты. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ладно, идем дальше И такая вот полоска длинненькая Протяженность И, кстати, параллельно еще есть И перпендикулярно еще есть Субтитры делал DimaTorzok Справа выпечка Часики Сейчас, ладно, посмотрим мы Вы знаете, часики, да От двухсот И до пяти, до семи тысяч И справа там тоже Вот можно И туда, и прямо Короче, вообще такой квартал Получается Пока все обойдешь Субтитры делал DimaTorzok 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 Вот Мы плавненько переходим С такой оживленной улицы Здесь типа кафешка Но оно сквозит здесь Возможно, если Жаркий день такой Еще можно бы сидеть Ну, сквозняк Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, вот так вот А ну, прокатимся мы Что-то идти вперед Субтитры делал DimaTorzok